У нас нет подписанного крови и соглашения играть только рок-риф и у нас нет подписанного крови и соглашения играть только рок-риф и тот Кернс. Майлз Кеннеди, Амперсант, The Conspirators, об устойчивом саунде, гитарном рёве и ответственности. Коммерсант от 30 сентября 2019 года, 22 часа гитарист, Guns N' Roses, слэш выпустил концертный альбом Living, The Dream Tour, своего второго коллектива. Майлз Кеннеди, Амперсант, The Conspirators, в котором он играет вместе с Майлзом Кеннеди, Тоддом Кернсом и Брентом Фитцем. Альбом записан в ходе тура в поддержку альбома Living, The Dream. Борис Барабанов поговорил с Тоддом Кернсом о том, как слэш и его коллеги по The Conspirators выбираются из тени. Guns N' Roses, и почему они всё ещё играют рок-н-ролл? Правильно ли я понимаю, что в нынешнем турне вы вообще не играете песен? Guns N' Roses, в аудитории всё равно много людей в футболках. Guns N' Roses, так что есть определённые ожидания. Поверьте, раньше в футболках, Guns N' Roses, приходили просто все. Теперь это изменилось. Иногда мы позволяем себе сыграть одну или две песни. Guns N' Roses, но этим и ограничиваемся. Сейчас мы уже не чувствуем, что это наше обязательство перед публикой. Вы же понимаете, мы это делали на протяжении долгих лет. Но теперь, когда слэш воссоединился с Guns N' Roses, и они постоянно гастролируют, публика вправе спросить, а эти-то что могут сами? Так что ответственность стала больше. В конце концов, наша группа на сцене уже девять лет, нам есть из чего выбирать. Слэш написал много музыки не только для Guns N' Roses, но и для Velvet Revolver и Slash's Snake Pit. Им не нравилось исполнять эти песни. Но если кто-то из нас предлагает, а давайте сегодня сфокусируемся на нашей музыке, для слэша это вообще не проблема. К счастью, для нашей аудитории это тоже не проблема. Они относятся к материалу. The Conspirators С уважением. Мы не слышим после концерта претензии типа, почему вы не сыграли? Mr. Brownstone Вопросительный знак В самом начале мы играли и песни. Alter Bridge Основной группы нашего вокалиста Майлза Кеннеди. И отказались от них по той же причине. В The Conspirators Появилось много оригинального материала, о песне. Alter Bridge Пусть играют. Alter Bridge Может быть, кто-то поначалу представлял себе наш концерт, как песни. Guns N' Roses Alter Bridge И Slash Но мы не кавер-группа. Я помню, что вы отлично справляетесь с вокальными партиями в песнях. Guns N' Roses Я пел Юри Crazy We're Chommy To the Jungle Вообще, мне в принципе всегда нравилось петь. Так получилось, что в этой группе я взял в руки бас-гитару. Но на протяжении карьеры мне приходилось делать самые разные вещи. В The Conspirators Мне нравятся моменты, когда мы с Майлзом Кеннеди поем вместе. Мы хотим передать то, что было зафиксировано на пластинках Slash и The Conspirators А там много красивых вокальных гармоний. Майлз Один из лучших живущих вокалистов, так что это чистое наслаждение. Когда-то Slash рассказывал мне, что пишет мелодии для The Conspirators Преимущественно во время гастролей всю работу над текстами отдают Майлзу Кеннеди. Может быть, вы можете что-то добавить? В нынешнем турне мы много импровизируем на саундчеках, и наша с барабанщиком Брентом Фиц им обязанность разбираться с аранжировками всего, что мы наиграли. Даже записанные песни живут своей жизнью, и Майлз может решить что-то поменять прямо во время тура. В этих версиях неизменным остается место для соло-слэша, там он может развернуться во всю мощь. Вообще, обычная идея песни приходит вместе с рифом слэша. Это отправная точка. И дальше Майлз Кеннеди превращает ее в песню, придумывает, где будет куплет, где припев, где мелодический крючок. Мы добавляем свои идеи. А потом на горизонте появляется продюсер, и он может опять поменять аранжировку. Бывает, всю песню приходится переписывать заново. Стиль группы The Conspirators не слишком изменился за эти годы. Это утяжеленный классический рок-н-ролл. И это при том, что каждый из вас, включая слэша, может делать самые разные вещи в музыке. Ну, что я могу сказать, мы не договаривались специально, у нас нет подписанного крови и соглашения, играть только рок-рифы, иначе смерть. Так уж получилось само собой. Мы действительно никогда не отступали от этой формы слишком далеко. Иногда получались вещи помягче, иногда потяжелее. На альбоме 2014 года было 17 песен, это чертовски много, есть где разойтись. Но как-то так получилось, что ни одна хип-хоповая песня все равно не написалась, и ни один EDM. Трект уже не родился, понимаете? И вряд ли это когда-нибудь произойдет. Я не знаю, как вы, но я слышу У-У. The Conspirators. Свой устойчивый саунд, для меня очевидно, что это группа со своим лицом. И это то, что мы все хотели бы делать, несмотря на то, что и правда каждый из нас может многое. Вас можно понять. Но может быть, вы объясните, почему молодые рок-н-рольные группы, которые добиваются успеха, звучат так близко к хард-роковым прототипам. Когда Грети Ван Флит поднялись на первое место в Billboard, я не знал, радоваться или сожалеть. С одной стороны, хорошо, что музыка моей юности востребована. С другой, ну это же абсолютные Led Zeppelin, при том, что сами Led Zeppelin позволяли себе самые смелые стилистические эксперименты. Я тоже часто думаю об этом. Конечно, я тоже слышу все первоисточники и влияние. Мы с вами видели и подъем индустриала, и новую волну, и, конечно, у нас много музыки в голове. Я иногда вспоминаю, что мой отец говорил мне буквально то же самое. Эй, это же звучит в точности как вот то. Но я думаю, что выросли целые поколения, в жизни которых именно такой музыки, классического хард-рока или же The Rolling Stones, S, ACDC и Led Zeppelin, просто не было. Молодые люди воспринимают такие группы с чистого листа. Так что я стараюсь относиться к ним не слишком паотически. Упреки во вторичности часто звучат и в адрес группы, Rival Sons, которая сегодня выступает вместе с нами. Но если вы спросите мое мнение, то я скажу, что это одна из лучших групп сегодняшнего дня, а Джей Буканан – один из лучших фронтменов. Послушайте, а так ли уж обязательно для группы что-то изобретать с нуля? Нам же всем знакомо это чувство, когда соединяешь гитару с усилителем. Marshall – бьешь по струнам, и раздается этот ни на что не похожий рев. Чистое удовольствие, которое вдруг превращается в песню. Пока в группе не появился рэпер или диджей, мы в конечном счете все звучим примерно одинаково. Продолжение следует...